Пространства улиц не хватает для растущего количества автомобилей. С этой проблемой знакомы жители всех крупных городов России. Многие рязанские автомобилисты также столкнулись с этой неприятностью. Особенно она заметна во дворах. Партия «Единой России» подняла вопрос дефицита парковочных мест в городе. В областной приемной была организована дискуссионная площадка, на которой представители городской власти, префектур и общественности обсуждали тему и искали пути возможных решений. Парковать автомобили на газонах – такой выход из сложившейся ситуации нашли рязанцы. О последствиях эстетических и экологических здесь можно не рассказывать. А вот о том, что нарушителей правил парковки наказывают рублем, этот вопрос стоит особого внимания. У нас территория маленькая, а самоземная зона получается большая. Года три назад мы ее своими силами облагородили под парковку. И вот три года у нас не было проблем с этим никаких абсолютно. Пока не пришли штрафы. И вот с этого момента мы задались вопросом, что нам надо приватизировать предворовые территории. Там, где земельные участки с собственниками оформлены в собственность, здесь вопрос можно решить гораздо проще и безболезнее. То есть, собственники принимают решения в общем собрании и определяют, какая часть территории может быть использована под парковочные места. Заинтересованным гражданам разъяснили механизм законного оформления территории в общедалевую собственность с целью дальнейшей организации парковочных мест во дворах. При организации парковок рекомендовано соблюдать все санитарные нормы. Управление энергетики и жилищно-поммунального хозяйства является как раз уномоченным структурным подразделением на данную функцию полномочия. На сегодняшний день любой из собственников имеет право написать первые заявления без проведения общего собрания. И мы как управление должны будем принять это заявление, соответственно, при формировании уже муниципального контракта на выполнении работы чести. И это заявление, в том числе, тот адрес, который будет указан. Для чего это нужно? Ну, прежде всего, это нужно для того, чтобы собственники стали полноправными хозяевами своей территории. Сегодня законодательство дает возможность собственникам фактически не нести затраты по программам и постановке кадастров учетов. Тоже, наверное, большой плюс для собственников именно то, что есть возможность эти работы финансировать за счет бюджета. В ходе дискуссии обсуждались все аспекты парковочной проблематики. Также были озвучены пути ее решения. В ближайшее время будут подготовлены информационные памятки, благодаря которым рязанцы будут знать о том, как им избежать подобной ситуации и, возвращаясь домой, знать, что для их автомобиля всегда найдется место во дворе. Глава муниципального образования Владислав Фролов зачитал текст резолюции к членам фракции «Единая Россия» в Рязанской городской думе с предложением проработать на законодательном уровне вопросы организации парковок.